Наша галактика, Млечный Путь, насчитывает миллиарды звезд, и все они движутся вокруг ее центра. Это огромная галактическая карусель, причем на которой крутятся не только звезды. Там есть еще и туманные пятна, или туманности. Невооруженным взглядом разглядеть их практически невозможно, за исключением некоторых самых ярких светил. Другое дело, если рассматривать звездное небо в телескоп. Что же мы там увидим? Сегодня речь пойдет не о черных дырах, больших взрывах и даже не о галактиках. В этом видео я вам расскажу о ближайших и самых массивных соседях нашей Солнечной системы. Поехали! КОСМО Первый космический. То, что скрывают ближайшие к нам звезды, будет манить земных ученых, астрономов-любителей и писателей-фантастов еще многие десятилетия, если не века. Способы измерений Вселенной разнятся, но все же в среднем можно говорить о том, что наша Солнечная система тянется на расстояние одного светового года от Солнца во всех направлениях. За этой границей всего в нескольких световых годах от Земли лежат ближайшие к нам звезды. Ближайшие из двухсот миллиардов, населяющих Млечный Путь. Каждая из них — это взрывающийся шар из водорода, похожий на наше Солнце. И при этом каждая звезда уникальна. Солнце — основа нашей системы, ближайшая к Земле звезда, которую, в отличие от всех остальных объектов, мы отчетливо видим ясным днем. В ночное же время становятся доступны для наблюдения остальные светила бескрайнего космоса. Однако истинная яркость далеко не у всех звезд одинакова. Ученые обозначили ближайшие небесные тела, находящиеся в радиусе 16 световых лет. В них вошли 57 звездных систем. Но только 7 из них мы можем увидеть на небе без помощи оптического усиления. Это Сириус, Альфа-Центавра, Эпсилон-Эридана, Процион, Эпсилон-Индейца, Тау-Кита, 61 Лебедя. Некоторые из них не просто одинокие светила, а двойные и тройные звезды. Поэтому общее количество небесных тел достигает 64. В перечень внесли и 13 коричневых карликов, ощутимо уступающих остальным объектам по массе. Из всех самая близкая к нам соседка — это Проксима Центавра, которая между делом светит в 500 раз слабее Солнца. Это как раз-таки одна из тех скромниц, увидеть которую невооруженным глазом невозможно. Наверное, поэтому и открыли этот объект только в 1915 году. Она является третьей и, к слову, наименьшей звездной компонентой в системе Альфа-Центавра. Только вот если Солнце прокладывает свой путь в галактике в одиночку, то Проксима заперта на орбите, протянутой на полмиллиона лет вокруг двух других звезд. Эта парочка, известная как Альфа-Центавра А и Б, наблюдателю на Земле без всяких телескопов и биноклей, видна как одна звезда. Кроме того, это ярчайшая звездная система на всем небосводе. Обе звезды в данной системе намного больше похожи на Солнце, чем сама Проксима. У Проксимы окраска кардинально отличается от Солнца за счет того, что ее поверхность в разы холоднее, чем у нашей звезды. Это примерно 2700 градусов по Цельсию с температурой Солнца, 5500 градусов по Цельсию. Альфа-Центавра А в полтора раза ярче Солнца и имеет практически идентичную с ним температуру на поверхности. А вот Альфа-Центавра Б сверкает наполовину слабее Солнца и примерно на 500 градусов холоднее, чем оно. Интересно то, что в августе 2016 года астрономы объявили об обнаружении планеты земного размера, вращающейся вокруг Проксимы-Центавра. Новый мир, известный как Проксима-Б, примерно в 1,3 раза массивнее, чем Земля, что может говорить о том, что это экзопланета, по утверждениям ученых, скалистый мир. Она находится в обитаемой зоне звезды, то есть на правильном расстоянии для существования воды на ее поверхности. Проксима-Б удалена на 7,5 миллиона километров от своей звезды. И вполне вероятно то, что она заблокирована. А это означает, что она всегда обращена одной и той же стороной к своей звезде. Так же, как Луна, которая показывает только одну сторону Земли. Кстати, интересно заметить, что по подсчетам ученых, земному космическому кораблю, отправившимся в путешествие к Проксимы-Центавра, понадобится приблизительно 70 тысяч лет, чтобы до нее добраться. Однако, исходя из данных, полученных с помощью современных телескопов, все еще не ясно, может ли быть обитаема Проксима-Б. Если задуматься о следующей из ближайших к нам звезд, то это еще один красный карлик – звезда Барнарда, которую, к сожалению, тоже не увидишь просто так. Однако, после Вольфа и Лапанда, она четвертая от нас по удаленности и расположена совсем в другом направлении, а именно в созвездии Змееносца и на 1,7 светового года дальше Проксимы. Маленькое светило существенно уступает нашему Солнцу, достигая по массе и диаметру 0,17 от его значения. Причем открыли ее относительно недавно, несмотря на то, что это самая быстро движущаяся звезда на небе, которая пересекает участок космоса шириной с диаметр полной Луны всего за 180 лет. Летящая Барнарда знаменита проворством собственного движения, которая направлена в сторону нашего Солнца, и такими темпами однажды она станет к нам ближе, чем Проксима Центавра. Цвет звезды напрямую отражает температуру ее поверхности, совсем как металлический стержень, который, если его раскалить, сияет сначала красным, затем оранжевым, желтым и белым, и, наконец, голубым. Калифорнийская группа ученых на протяжении десятилетий прилагает усилия к обнаружению планет в окружении звезды Барнарда. Но пока об их существовании, к сожалению, нет никаких данных. А вот еще одно прибежище коричневых карликов – созвездие Паруса, расположенное в южном полушарии. Оно является следующим по удаленности соседом Солнца. Интересно то, что на территории нашей страны это созвездие труднонаблюдаемо. Часть его можно увидеть только в южных регионах страны, причем чем южнее мы будем находиться, тем больше вероятность того, что мы сможем рассмотреть это созвездие. Кстати, лучшие условия для созерцания хотя бы некоторых его составляющих наступают в феврале. Говоря о звездах этого созвездия, начать стоит с самой яркой звезды – Гамма. Нередко она носит имя «Призрачная жемчужина южного неба». Так вот, объясняется это тем, что излучение у нее вместо темных и поглощающих лучей наоборот, невероятно яркое, благодаря чему спектр у звезды Гаммы весьма экзотичен. Удаленная от нас на 800 цветовых лет, данная звезда является второй по величине в этом созвездии, в состав которой входит как минимум шесть компонентов. Также довольно яркой звездой принято считать Гамму-2 парусов, которая также включает в себя несколько звезд, одна из которых принадлежит классу Вольфа-Раи. Но это еще не все массивные объекты созвездия Паруса. Например, масса системы Луман-16 равна 30 массам планеты Юпитера, причем его яркость время от времени изменяется, а расстояние до него составляет почти 7 световых лет. В то же время масса другого компонента Луман-16b равняется 50 массам Юпитера. Открытая эта двойная звездная система была относительно недавно, в 2013 году. А вот другие тела поблизости от нее, как и другие экзопланеты, до сих пор обнаружены не были. Мы очень любим и ценим нашу аудиторию, то есть вас, дорогие зрители. И потому стараемся делать интересный и достойный вашего внимания контент. Именно благодаря вам мы развиваемся, и наш космический корабль движется вперед. Ваши просмотры – лучшая мотивация создавать еще больше видео о захватывающих фактах нашего необъятного космоса. Поэтому нам будет очень приятно увидеть под этим видео ваш лайк, и, конечно же, комментарии с увлекательными и необычными идеями, которые вы хотели бы увидеть в следующем ролике. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok